Вот, коты умеют кайфовать, да? Сегодня солнышка особо нету, но всё равно млеет. Доброе утро! Хочу показать, Влад с поезда принёс, в общем, что в поезде дают, кормят. А, тут, кстати, обозначение, смотри, есть запеканка и горячо. Вот, открываешь коробку, она была запечатанная, здесь такой крекер со трубями, набор одноразовой посуды, соль, перец, вот здесь есть, картофельная запеканка с мясом, должна быть вкусная, и срок годности у неё около месяца, за счёт упаковки, видимо. Больше всего мне понравился вот этот батончик, очень похожий на большой, этот, как это называется, белый хлеб, да? Прям в такой форме прикольное. Масло, джем, горчица, с такой миниатюрой. Какой-то чай в пакетике красивым и сахар. В общем, это на ужин можно либо на завтрак, да, кушать. Вот, и да. Масло, джем, горчица, с такой миниатюрой. Вот такой пришёл собак, пушистый, волосатый, там у него внутри колтуней. Сейчас буду его распутывать, сделать масочку и увлажнять шерсть, потому что шерсть очень сухая. Хорошенький. Вот такой вот парень получился. Вычесала его, маску ему сделала. Масляную масочку подстригла. Какой язычок? Язычок. Вот хвост вообще я только вычесала, стричь не стала, потому что хвостик не такой прям густой. Вот, а на шпицах хвост очень важен. Поэтому я его так вот оставила. Хороший мальчик. Как вы думаете, что это такое? На самом деле это абрикосы. Представляете, сильные. Первый раз вижу, я подумала, что это всё-таки слива. Нет, это абрикосы. И очень сладкие, вкусные. Так, девочки, хочу показать вам, что я собираю в роддом. Вообще, на самом деле, это, наверное, месяц назад ещё надо было собрать. Многие, как получают больничный лист, уже сразу готовят сумку. Ну, я что-то как-то потихоньку-потихоньку, ну, в общем, сейчас я так в голове прикидываю. Вроде бы я всё подготовила. Это вот основная сумка после родов будет. Итак, что я с собой буду брать? И что у нас вот на практике в нашем псковском роддоме берут? В этом пакете у меня ночная рубашка и халат. На всякий случай беру. Если честно, я собираюсь ими не пользоваться, потому что у нас в роддоме каждое утро дают свежую ночнушку и халат. То есть, можно брать. И поскольку, ну, там стирается, обрабатывается, я думаю, зачем я буду своё носить? Потому что постирать, как бы, вариантов там не будет. Мало ли что, где запачкается. И раз предлагают в роддоме, то я буду ими пользоваться. Но почему я беру? Поскольку я больших размеров стала за период беременности. И поэтому думаю, ну, мало ли, там какие-то маленькие рубашки будут, халатики. И поэтому на этот случай я всё-таки беру, чтобы было, ну, что мало ли голой не остаться. Так, два полотенчика беру себе и ребёнку на всякий случай. В общем, не знаю, как там для детей, надо ли полотенце. Там, кстати, пелёнки, все всякие пелёнки-распашонки там тоже для младенцев дают в роддоме. Я буду ими пользоваться. Только уже на выписку ребёнок оденет свою одежду. Ну, поскольку стирать вариантов там, естественно, в роддоме нет. А ждать, копить это где-то, все эти дела в пакет складывать, ну, это как-то не особый вариант, на мой взгляд. Потом молокоотсос я беру из опыта некоторых моих подружек, знакомых. И так, то, что говорил, что бывает, что каменеет грудь очень резко и очень больно её массировать. И именно молокоотсос помогает в этот момент разработать всё это, в общем, функцию в груди. Единственное, что я его простерилизую ещё и положу в пакет. То есть в коробке я его так не понесу, он у меня будет в пакетике убран. Для так вам показать. Значит, вот это тряпишное. Потом прокладки просто большого размера. И урологические прокладки. Здесь с целым набором трусов. 10 пар трусов я заказывала. А вот эти стерильные одноразовые трусы, короче говоря. Вот. И вот это урологические прокладки. И вот такие ещё на всякий случай. Беру с собой. И с такой гигиеной это прокладки в лифчик будут. Кстати, лифчик надо ещё дополнительно сюда положить. Вот. Потом салфетки. Вот такие без спирта, без запаха, без липкости. У нас в роддоме для детей салфетки использовать нельзя. Это я беру для себя. Вместо туалетной бумаги. Мне как-то так комфортнее. Вот. Единственный вариант, что для себя я, наверное, куплю подешевле. Вариант. Потому что вот это очень качественные и хорошие салфетки. Но и эти я оставлю, поскольку неизвестно, в какой момент я начну рожать. А у нас в роддоме предвидится плановое отключение горячей воды на две недели. И, представляете, там не будет воды. Я просто даже не знаю, как это можно в наше время. А новый роддом так до сих пор и не открыли. Губернатор временно исполняющей обязанности сказал, что новый роддом открыт. На самом деле он не открыт. Все рожают в старом роддоме. Так что еще будет одна пачка салфеток. Бандаж я уже упаковала. Это у меня вот универсально. Я как-то раз показывала. На самом деле сейчас у меня и живот большой, и спина, и все дела. Но мне настолько уже все давит внутри, что дополнительно бандаж. Я когда его одеваю, я только о туалете думаю. Извините за подробности. Но я не могу носить сейчас бандаж. В общем, мне вариант его только теперь после родов, чтобы и сокращалась матка как надо, и там и живот, и все дела. Потом рекомендуют эти пакеты для мусора всякие там складывать, выбрасывать. Не знаю, как у нас в роддоме там дела обстоят. Ну, пусть будет под рукой. Потом целая пачка для ребенка подгузников такую вот я беру. И далее тут гигиена пошла. Перелила сюда шампуньку свою. Это дорожного набора. Влад как раз в командировке был. И из поезда передал мне. Тут, кстати, маленькая зубная паста. Но я все равно беру зубную пасту дополнительно. Это вот из фикс прайса такой пакетик. И вот здесь в пакетике тоже всякая гигиена. Зеркальце как-то я уже показывала. Креплю. Так. Зеркальце. Ой, зеркальце. Расческа. Да, тут есть и зеркальце, кстати, очень удачно. Расчесочку беру. Это для этих вен. И у меня чулки. Надо мне в список нести. Я купила чулки себе компрессионные. Но я сейчас их и дома ношу для профилактики. Вернее, даже для лечения. Потому что у меня отечность и варикоз беспокоят. И на роды возьму обязательно чулки. Надеюсь, мне там помогут их натянуть. Представляете, пришлось купить свечи глицериновые. Это слабительные свечи. Я сразу беру полный комплект. В общем, какая у нас беда. Говорят, все ушло на строительство нового роддома. Что даже роженицам не дают глицериновые свечи. Это слабительные, как известно, женщинам. Что сложности с туалетом возникают после родов. И тем более, знаете, мало ли как что пройдет. Тужится тяжело. Там всякие эти швы. Мало ли что. А клизма тоже сомнительное удовольствие. Лишний раз, чтобы клизму тебе ставили. Поэтому самый оптимальный вариант, на мой взгляд, это свечку сунуть. Ну, смех смехом. Но это реалии жизни. Потом, это я в Ленте купила. Если что, то вот в Ленте есть такие одноразовые накладки на унитаз. Сколько их тут штук? А, 7 штук. 14 штук. Знаете, мало ли сколько раз придется сидеть на унитазе, неизвестно. Бепантен. Вот этот. Ой. С розовыми. Это что для детей и для мамы. В общем, универсальный. Потом. Взяла вот эта у меня штучка из бальзам-спрей для волос. То есть, что помою голову, если будет горячая вода, чтобы я смогла расчесать волосы, попрыскать на волосы. Ну, здесь такие у меня на всякий случай гигиенические штучки, ватные диски, палочки. Вот этот кремик просто я взяла. Гиалурол. Гиалурол, да. Интенсивное увлажнение кожи. Ну, так, чтобы что-то гиалуроновая кислота, в общем. Легкий такой вариант. Летом как-то увлажнить, если что. Захочется свою кожу умыться и чисто вот таким легким кремом помазаться. Очень дешевый вариант какой-то я купила, не помню. А, фикс прайс, что ли, по-моему, даже брала. Не помню. И бэби-лайн. Детское мыло. И для ребенка, и для себя. То же самое там и помыться-подмыться. И лицо умыть. И после умывания лица вот как раз вот кремиком так смазать слегка. Чтобы не жирно, ничего не было. Вот, как я сказала, я еще возьму сюда лифчик. Компрессионные чулки. И еще не решила что. Какой-нибудь журнал, раскраску, книжку. Что-нибудь такое вот. Вот, если будет свободная минута, желание и тому подобное, чтобы чем-то позаниматься. Вот такие сборы у меня. Сейчас покажу вам сумку в родовое отделение. В общем, вот такой пакет у меня получился. Вот это я завтра простерилизую, уберу в пакетик и поглубже туда в сумку. Чтобы лишний раз не светился. Думаю, не надо. Коты такие любопытные все, я не знаю. Вот. Ну, в принципе, все вместилось в пакет. К счастью. Некоторые пишут, что у них там вообще капец какой-то. Не знаю, что они туда собирают. Сколько, какие вещи. Ну, в принципе, вроде все нужное я взяла. Вроде как ничего не забыла. Тимоша, проконтролируй меня. Так, а это что я беру в родовое отделение. Сразу говорю, что еще будет вода и печеньки. Классика жанра в наших роддомах, да? Что все печеньки берут. В общем, беру такую ночнушку. Она, я ее заказала через интернет. Она легкая, хэбэшная. И, знаете, не очень удачный вариант, что она коротковатая получилась. И я не знаю, что там дадут, не дадут. Тоже на всякий случай ее беру. Если там будут давать, я буду брать то, что в роддоме. Чтоб не пачкать, знаете. Потому что это кровавое. Это, господи, такие ужасы. Ну, чтобы, ну, не пачкать, короче, ничего своего. Одноразовые пеленки. Они понадобятся после родов, я так понимаю. Не знаю, думаю, может быть, такую пачку еще купить в сумку основную для роддома. Потом вот у меня еще чуть-чуть тут вода есть термальная. Не знаю, вдруг жара, пузя, знаете. Там во время схватка с себя, в общем, вот эту воду как раз да использую. Буду себя опрыскивать, чтобы как-то охлаждаться. Потом этот антисептик. Сходить там в туалет. Все дела. И вот еще один пакетик для унитаза. В чем там, если что, в туалет сходить. Вот в пакетике, вот тоже из фикс-прайса. Гигиеничка. Говорят, что губы сохнут. И на всякий случай одноразовый станок. Хотя вот я на новой неделе записываюсь на этот шугаринг. И потом, может быть, еще раз схожу. Ну, в общем, я сейчас контролирую, чтобы волос точно не было. Но я все время хожу на шугаринг. И надеюсь, что бритва мне не понадобится. Ну, на всякий случай положила. Но мало ли что. Врач скажет, что я не доглядела. И мне надо удалить ненужности. А вот это сразу после родов. Тут у меня пару одноразовых трусов, которые в основном пакете также есть. И вот урологические прокладки я сюда три штуки положила. Вот. Здесь два памперса или три. А, три памперса для ребенка. Тоже надо сразу в родовой сумке, чтобы были под рукой. И две пары носков. Они хэбэшные. Вот эта, по-моему, тоже хэбэшная. Не шерстяные. Шерстяные нельзя носки, насколько я знаю. Но вот эти просто потеплее. А эти обычные. Единственное, что я не знаю. Меня так отечность мучает. Что я боюсь, что вдруг они мне будут, ну, дискомфортно. Но говорят, ноги мерзнут. В общем, я посмотрю, может быть, какой-то более большой вариант. Может быть, мужские носки взять. Купить новые. Чтобы, ну, были большие. Потому что я боюсь, что у меня из-за отечности будет сдавливать все. Вот. Вот это все. Это в родовое отделение пойдет.